Представляю вашему вниманию канал Некрофос. Правильно поставленный голос и отличное звучание погрузят вас в атмосферу ужаса, а добротный мистический эмбиент дополнит мрачную картину. Автор канала тщательно подбирает истории и говорят, сам сатана подписан на него. Тем, кому интересен канал Некрофос, ссылка в описании. Представляю вашему вниманию один из пяти рассказов конкурсантов. Приятного прослушивания. «Прощай, папа. Один. Я не люблю, когда вы не слушаетесь. Понимаешь?» Его голос сделался злым. Я закивал, придерживая сломанную руку в положении наиболее близком к нормальному. «Не понимаю, зачем?» Но в тот момент всё казалось абсурдным. Он улыбнулся. Тепло. Улыбка примерного отца. Мать лежала на полу, распластавшись лицом вниз. Красные пузыри вздымались у её губ при каждом вздохе, а остекленевшие глаза смотрели в никуда. Я слышал глухое рычание, исходящее из её горла. «Вы больны!» «Понимаешь?» Он расхаживал из одного угла комнаты в другой. «Но я вас вылечу. Я не брошу вас. Вы очень мне дороги. Понятно, сынок?» Я кивнул и улыбнулся ему в ответ. «Да, папа. Да. Мы больны». Он кивнул, довольный моим ответом. Потом посмотрел на мою сломанную руку. «Давай я помогу. Сначала ты, потом осмотрю маму. Прости меня. Просто, когда вы начинаете делать это, папе становится больно и приходится прибегать к физическому насилию. Но мне очень жаль. Поверь». Он приговаривал это, фиксируя мою руку, вправляя сломанную кость. Я почти верил. Только взгляд матери, эти стеклянные, как у куклы, глаза, заставляли меня сомневаться. 2. Мы лежали в углу на грязных матрасах. Рука почти срослась. Лицо матери больше не напоминало кусок окровавленного мяса. Она безразлично смотрела в никуда и тихо шептала «Мразь! Мразь!». Как всегда, это касалось только его, папы. Она ненавидела папу. Я же любил обоих, несмотря ни на что. Я приобнял маму. Мы как будто двое зверей, прячущихся от бури в объятиях друг друга, ищущих безопасности в материальности другого существа, живом и безопасном тепле тела. Отец стоял у письменного стола. В руках держал маленький плёночный диктофон. Тихий, лишённый злобы голос, как всегда в подобных случаях, мягко разливался по помещению. Он пытался, помочь. Мне хотелось верить в это. Но каждый раз, когда он причинял нам боль, я начинал сомневаться. Тем более, что смысл его слов мне был непонятен. Пациент А-11. Пол мужской. 8 лет. Интеллект выше среднего по группе. Прогноз умеренно утешительный. Опасное поведение проявляет только в присутствии пациента Б-24. Однако отдельное содержание невозможно, как из-за ограниченности пространства, так и по причинам гипертрофированной связи мать-детёныш у заражённых вообще. Это он обо мне. О том, что я умный и мне тяжело без матери. О том, что я вылечусь. Я верил, что он прав, в отличие от матери. Хотя, честно говоря, я не понимал, чем болею. Пациент Б-24. Женщина. Взрослая особь, около 30 лет. После введения лекарства присутствует заторможенность всех функций организма. Агрессивность упала, хотя иногда происходят спонтанные вспышки гнева. Также налицо интеллектуальная деградация. Отказывается от еды. Привязана к особе А-11. Прогноз неутешительный. Я пытаюсь что-то сказать. Мне интересно, что значит вся эта тарабарщина. Но не могу сформулировать мысли. Получается только... Почему? Отец грустно улыбается. Так надо. Затем он приносит еду. Мясной фарш. Сырой. Вперемешку с чем-то еще, напоминающим на вкус опилки. Я проглатываю месиво, несмотря на то, что вкус отвратный. То же делает мама, несмотря на всю видимую усталость и злость на человека, удерживающего нас в подобных условиях. Она набрасывается на корм. Пожирает его так, будто ничего вкуснее в жизни не ела. Смотрит на папу из-под лобья, облизывает тонкие пальцы. Но не делает даже попытки освободиться. Просто наблюдает. Папа тоже наблюдает. Я вижу в его глазах тихое, хорошо скрываемое отвращение, но не понимаю, откуда оно там взялось. Затем он отрывает взгляд от нас и смотрит на часы. Я чувствую, что слабею, хочется спать. Наверное, потому что от последней кормежки прошло уже три дня. В глотке исчезает последняя порция месива. Я засыпаю. Три. Сон тревожный. Мне снится, что я рычу, как зверь, преследуя что-то маленькое и юркое посреди степи. Барахтаюсь в траве, словно зверёныш. Длинный лысый хвост мелькнул у моей левой ноги. Заношу руку вверх. Резкий выпад. Вот оно. Крыса. Серая короткая шерсть, маленькие глаза, бусинки, она выворачивается, пытаясь укусить меня за пальцы и сбежать. Сжимаю сильнее. Чувствую, как в ладони трещат маленькие косточки, а изо рта зверька вытекает ручеёк тёплой крови, пробуждая во мне адский аппетит. Крыса больше не пытается сбежать. Я вижу в её глазах выражение обречённости. То же выражение, что и у папы, каждый раз, когда мама пытается сбежать. Открывая рот, представляю вместо мордочки крысы лицо отца. Жадно сжимаю челюсти. Череп ломается, и о щёку, брызгая, ударяется всё ещё тёплый крысинный мозг. Затем, отрывая зубами ещё кусок, и ещё руки заливает кровь. Голод становится только сильнее, но крыса кончилась. В неистовстве я рычу. Меня обуревает неистерпимое чувство обиды и злости. Неспособное остановиться, кусаю в фаланге пальцев, чувствуя, как рот вновь заполняется металлическим привкусом крови. Искалеченные пальцы соднят, но голод досаждает сильнее боли. Затем я слышу крик, и мир вокруг меня растворяется, будто исчезает в небытие. Я снова в окружении серых стен, а в соседней комнате снова кричит мама. Отец проводит лечебные процедуры. Раньше я пытался что-то сделать, разбивал руки о обитую металлом дверь, кричал и плакал каждый раз, когда он забирал маму. Но не теперь. Я сдался. Скоро её крик затихнет, начнутся глухие рыдания, затем он внесёт бессознательное тело через открытые двери со следами ремешков на голенях и запястьях. Меня папа тоже лечил, но по какой-то причине я не мог этого вспомнить. Никогда. Ничего, кроме вспышек яркого света и ощущения ноющий боли после. Всё должно было произойти так же и в этот раз. Сначала мама, потом я. Но не произошло. Дверь с глухим ржавым скрежетом открылась, но в этот раз папа вошёл один. Он выглядел расстроенным и уставшим и почему-то избегал смотреть на меня. Он присел на неудобный деревянный стул, его стул. И комнату заполнила тишина. Когда он, наконец, поднял глаза, я увидел обречённость. «Прости», — сказал он очень тихо. «Она не смогла». «Я не смог». «Она...» Больше он не произнёс ничего. Только неуклюже развёл руками в стороны. «Бывает». Затем папа вышел, а в комнату, освещенную светом двух галогеновых ламп, пришли сумерки. Он выключил освещение. Я машинально коснулся лица, чтобы убедиться, что всё ещё существую, что не исчез вместе со светом, и понял. Моё тело осознало это быстрее, чем мозг. Об этом говорили жилы, проступающие на шее и напряжённые мышцы лица. «А-а-а-а!» Комната наполнилась звучанием моего собственного голоса. «А-а-а! Мама!» Она мертва. Он не помог ей. Он убил её. 4. Я не знаю, сколько прошло времени, пока я не прекратил кричать. Помню, что прежде чем это произошло, я хрипел и сипел разодранным горлом, катаясь по полу в кромешной тьме. Это была боль. Нет, это было что-то, что невозможно описать. Боль явственно. Ты знаешь, что, ударившись коленкой, почувствуешь боль, как и знаешь, что вскоре она пройдёт. Но в моём случае нечему было проходить. От меня словно отрезали конечности, и я тщетно пытался пошевелить тем, чего больше не было. Пустота не дышала теплом тела. Она не обнимала меня за плечи, не прижимала к себе в попытке защитить от всего мира. Я одновременно понимал, что мамы больше нет, и не мог осознать, каково это существовать без неё. Как что-то может вмиг без предупреждения прекратить существование, просто исчезнуть? Но ещё дольше не появлялся он, папа, человек, привёзший нас сюда. Человек, объявивший, что мы больны и нас нужно вылечить. Я почти ничего не помнил о прошлой жизни. Что бы ни делал со мной папа, оно влияло на память. Мне даже казалось, что когда-то я мыслил иначе, чётче. Я почувствовал, себя брошенным. Он убил маму, мой мир, а затем исчез сам. Я не понимал ничего. Накатывающие волны ярости сменялись столь же всепоглощающей апатией. Мне было тесно внутри тьмы, в которой я находился. Внутри тела, которое вопило об утрате собственного, зудящего болью мозга. Потом пришёл свет. Вошёл папа. Он смотрел на меня сочувственно, без страха. Я осознал, он понимает мою боль. Вмиг пропала вся накопленная ярость. Я просто был рад присутствию. Поднявшись с пола, я уткнулся в его одежду носом. Мне очень не хватало ощущения тепла. Когда тяжёлые руки отца легли на мои плечи, я его обрёл и заплакал. 5. Осторожно, не дёргайся, иначе будет больно. Я послушно замер. Блестящая игла проткнула мне кожу. Небольшое пятнышко боли и чувство давления, когда жидкость из шприца пошла по вене вместе с кровью. Вот. Он тепло улыбнулся. Почти и не больно. Правда? Я улыбнулся в ответ. Он растрепал мне волосы. Через несколько минут моя голова начала заполняться туманом. Я засыпал. Стены поплыли. На меня накинулись ощущения дикого водоворота. Пациент А11. 8 лет. После утраты матери проявляет нехарактерный набор поведенческих реакций. Что происходит? Туман. Я видел комнату сквозь туман. Попытался поднять руку, но не смог. Чувство привязанности. Видимо, из-за моего упущения пациент с начала эксперимента начал принимать меня за отца. Я решил, что это не будет вредить в процессе испытания препаратов и потому не стал разубеждать А11. Как оказалось, впоследствии после смерти Б24 пациент только больше привязался ко мне, хотя ожидаемым был прямо противоположный эффект. В эксперименте с А6 произошла абсолютная деградация пациента. Проще говоря, он пытался меня убить. Пришлось прибегнуть к уничтожению особи. Что? Я не понимал, о чем говорит папа. Было слишком сложно собраться с мыслями, но даже так мне это не нравилось. Здесь был кто-то до меня и мамы. Где они исчезли? Не выжили? В случае с А11 между нами случайным образом, конечно, образовалось что-то, напоминающее стокгольмский синдром. Утверждать, что этому как-то способствовали стимуляторы иммунной системы, я не могу. Зет-вирус... Боже, как же глупо это звучит. Создавался искусственно в процессе проекта Гильгамеш. Потому не рассматривался с точки зрения потенциально вредоносного. Более того, получил карт-бланш на безопасный пропуск со стороны иммунной системы. Никто не ждал зомби-мутации, да? Бред, он сумасшедший. Зачем он это делал? Я не знал. Знал только, что папа готов меня убить. Как того, другого. А6. Я всего лишь часть эксперимента. Тем же для него была мама. Потому стимуляторы иммунной системы не приводят к желаемому результату. Концентрация вируса на какое-то время падает, но никогда критически. Препарата, воздействующего на Z напрямик по объективным причинам уничтожения цивилизации, у меня нет. Эксперимент можно считать провальным, но. Несмотря на относительно примитивный способ мышления Z инфицированных, они способны к обучению и в моменты продовольственного изобилия не агрессивные. Биологически они все еще люди, хотя очень тупые. Потому то, чего нельзя добиться путем лечения, гипотетически можно достичь путем уничтожения старых особей и отбора молодняка. Младенцы Z от обычных будут отличаться разве что более агрессивным поведением в случаях, когда дело касается питания. Уничтожье B24 еще пять лет назад, думаю, А11 мог бы вырасти более-менее социальной особью. Возможно также, что поколение рожденных Z более адаптировано к сосуществованию, учитывая, что агрессивные особи Z активно занимались уничтожением друг друга на протяжении десятилетий. B24 проявляла куда меньше агрессии, чем ожидалось, и нападала только в случае потенциальной опасности для ребенка или крайнего голодания, хотя, стоит отметить, было абсолютно необучаемо. А11 не проявляет даже этих черт. Нападение производил только вместе с матерью. Более того, есть все основания считать, что воспоминания о самом событии блокируются памятью зараженного. В момент высочайшего стресса они не помнят своих действий. Я поднялся с пола. Человек, убивший мою мать, который мог убить меня, стоял сейчас ко мне спиной. Это промежуточные выводы. Многое из сказанного нужно довести экспериментальным путем. Но если подбить итоги, Z – наше будущее. Неинфицированных слишком мало, чтобы воссоздать популяцию. А если мое предположение верно, уже за несколько поколений Z значительно поумнеют. Мы можем только ускорить этот процесс путем контроля и обучения молодняка. Поэтому с нами или без нас… В груди кипела злость. Когда папа повернулся, я был уже слишком близко. Его глаза расширились от ужаса. «Послушай, я…» Тяжелый удар отколовшимся куском бетонной стены сделал свое дело красиво. Отец покачнулся и упал. Но я не прекращал бить, пока не почувствовал, как под руками трещит череп. Только когда от лица не осталось ничего, только красное месиво, я остановился и замер. Мой взгляд упал на оголившийся от ударов мозг. Я осклабился, чувствую, как в животе просыпается неистовый голод. «Прощай, папа». Субтитры создавал DimaTorzok